Спасибо, что вы меня сюда пригласили. Мне очень важно сейчас как-то поддержать независимые белорусские медиа и постараться помочь. Я вижу эту лекцию как продолжение предыдущей, но я немножко буду напоминать то, что в предыдущую лекцию происходило. Еще раз спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Знайте, что если вы не были на предыдущей лекции, ничего страшного. Я постараюсь увести вас как можно быстрее в курс дела. Я надеюсь, что вы презентацию видите, и мы начнем говорить о UGC-репортерах. Я так на всякий случай назвала тех людей, которые посылают нам свои непрофессиональные материалы, и на чьи материалы мы опираемся. Я сразу хочу сказать очень важную вещь. Я буду говорить сегодня с позиции маркетолога и медийщика, то есть человека, который очень много работает в медиа, который в свое время, да и сейчас пишет в медиа и в свое время очень много писал в медиа, но я буду говорить ни в коем случае не с позиции редактора. То есть я не буду касаться вопросов, которые связаны с верификацией информации, например. Я не буду касаться вопросов, которые связаны с качеством получаемой информации. Я уверена, что ваш профессионализм и ваше умение работать не просто превосходят мои, они не сопоставимы с моими, и я ни в коем случае не хочу учить вас делать то, что вы без меня умеете делать. Мы будем говорить о UGC-репортерстве, но прежде чем к этому перейти, я знаю, что с нами есть люди, которые сегодня с нами первый раз. Значит, я несколько слов буквально скажу про UGC для редакции в целом. UGC, вы все знаете, расшифровывается как User-Generated Content, контент, созданный пользователями. Я очень люблю говорить об UGC как о системе Content Traffic Content. То есть о системе, когда мы получаем контент, он приносит нам трафик. Мы потом превращаем контент, который мы получили, в новый контент. То есть, например, мы получаем разрозненные 20 историй на одну тему, на которую мы попросили нашу аудиторию высказаться. Мы объединяем эти истории в одну подборку. Мы выкладываем эту подборку, она дает нам трафик. Мы этот новый полученный контент в качестве подборки используем еще раз, еще раз, еще раз, и так этот круг постепенно замыкается. User-Generated Content очень удобно использовать в двух категориях, как маркетинговый инструмент и как метод редакционного соавторства. Я сделаю окно полным, полноэкранным, чтобы оно было лучше видно. Но на самом деле эти две вещи, конечно, очень плотно связаны. Например, когда мы делаем подборку материалов, когда мы просим нашу целевую аудиторию рассказать, как она помнит день объявления независимости в Беларуси, мы продвигаем таким образом свой сайт и свое медиа, потому что это яркий, запоминающийся контент. И тут этот UGC проект работает как маркетинговый инструмент. Но контент, который мы получим, это, конечно, редакционный контент, это хорошая подборка. Эту подборку будут читать, и значит, мы создали метод редакционного соавторства. То есть разделить эти две вещи можно, иногда UGC проекты никак, ни в коем случае нельзя называть редакционным соавторством, но очень часто они не так уж сильно разделяются. Я немножко повторю то, что я говорила на прошлой лекции, чтобы у нас у всех был общий язык, если кого-то не было с нами, а кто был с нами, чтобы немножко освежить наш бэкграунд. 8 принципов удачного UGC проекта, на мой взгляд. Значит, самое первое, что нам надо делать, это нам очень важно, чтобы сначала были определены цели, а потом определены средства. Когда мы готовимся собирать UGC контент, нам очень важно ответить на вопрос, что мы будем с ним, в принципе, делать, что мы будем делать с этим контентом. Если мы хотим, если мы говорим, пусть люди нам пишут про то, что они видят на улицах во время митинга, если у нас нет ответа на вопрос, что мы будем потом делать с тем, что они нам напишут, мы не можем хорошо попросить у них, правильно поставить им задачу, хорошо попросить у них контент. Потому что, если мы говорим себе, мы сделаем из этого подборку простыню, то есть опубликуем все эти истории в одном материале подряд, мы понимаем, что нам надо просить людей делать. Делать маленькие заметочки, мы еще будем про это говорить, делать маленькие заметочки, чтобы их было легко читать простыней. Но если мы, например, хотим выбрать три лучших подробных рассказа, то задача, которую мы будем ставить, пишите как можно подробнее, описывайте весь ваш день от момента, когда вы вышли из дома, до момента, когда вы вернулись. Это совершенно другая задача, и ставить ее надо совершенно иначе. То есть прежде, чем мы поймем, как мы хотим контент использовать, нам лучше не начинать проект. Это принцип номер один. Принцип номер два. Очень хорошо работают запросы про эмоции. И мы будем сегодня говорить про разницу между UGC эссеистикой и UGC журналистикой, UGC репортерством. Потому что, конечно, легче всего люди создают контент, когда ты обращаешься к эмоциональной подавлеке. Как вы помните, день объявления Беларуси независимой – это прозрачный запрос. И с этим запросом человек будет работать по-разному. Кто-то будет писать факты, кто-то будет писать, что он чувствовал. И надо быть готовым к тому, что даже тот, кто сообщает факты, в фактах будет довольно здорово путаться. Мы только что делали UGC проект на постпостмедиа вместе с Центром Мемориал про то, как люди помнят первую Чеченскую войну, и расхождения были в 4-5 лет с реальными событиями. Это не потому, что люди пытались нас обмануть, а потому что память так устроена. И это люди, которые старались писать про факты. Поэтому надо помнить, что даже когда мы делаем запрос про факты, скорее всего нам будут много писать про эмоции, и эмоции будут факты закрывать. И это надо учитывать. Третий принцип – это про личное. Если мы можем спрашивать людей про личное, мы получим наиболее качественный контент. То есть разница между вопросом, как себя ведут сегодня ОМОНовцы, и как вы себя чувствовали, когда ОМОНовцы начали двигаться вперед. Первый вопрос плохой, а второй хороший. Потому что на первый и на второй будут отвечать абсолютно исходя из одних и тех же постулатов. Просто на первый будут пытаться отвечать фактологически. А подлинный ответ все равно будет, как я себя чувствовал. Лучше так и спрашивать. Четвертое. Лучше всего, и мы будем к этому возвращаться, ставить узкие задачи. Эти задачи будут выполняться лучше всего. Плохо поставить задачу фотографировать все, что вы видите, потому что человек будет растерян и или не будет фотографировать ничего, или будет присылать фотографии, у которых нет ценности. Лучше всего придумывать узкие задания и направлять внимание ваших корреспондентов. Фотографируйте девушек ОМОНовцев. Это прекрасная задача, из нее выйдет прекрасная галерея, которая даст много трафика. Но главное, людям будет понятно, что делать. Помните, что они не репортеры, и мы об этом тоже будем говорить. Пятое. Без цели нет смысла. Очень важно сказать людям, зачем все делается. Это возвращает нас к задаче номер один. Сказать, мы опубликуем подборку, или мы выберем три самых лучших рассказа, или мы сделаем фотогалерею. Во-первых, человек должен понимать, зачем делать работу. Во-вторых, чем лучше человек будет представлять себе конечный результат, тем легче ему будет хорошо выполнить задачу. Шестое. Очень важно подать пример. Киньте 3-4 фотографии того типа, которые вы хотите получить в результате, прямо в пост, которым вы просите людей выполнить задачу. Напишите 2-3-4 истории для примера там, где вы просите истории. Во-первых, люди триггерятся примерами, чтобы создавать и начинают создавать свои собственные работы. Во-вторых, пример помогает человеку избавиться от недоумения, чего именно от меня хотят. Может быть, я этого не могу. Когда ты говоришь человеку, пишите нам про то, что вы чувствовали на марше, совершенно непонятно, чего мы от него хотим. Мы хотим огромное полотно. Мы хотим очень интимных переживаний. Мы хотим, чтобы человек написал одной фразой «я чувствовал себя сложно» или мы хотим абзац текста. Но если написать три истории по абзацу, а дальше сказать «пишите нам, что вы чувствовали», человек уже четко глазами видит, что мы от него хотим. А лучше, как известно, один раз увидеть, чем сто раз прочитать задание. Седьмой принцип. Двойная активация – это очень хорошо. Двойная активация – это когда мы сначала говорим людям, напишите нам историю про то, как вы впервые ходили на митинг, а потом, вместо того, чтобы сразу повесить, можно повесить сразу подборку всех историй, но можно выбрать пять лучших и устроить в Фейсбуке голосование, какая нравится всем больше всего, и этим людям дать какой-нибудь подарок, этому человеку дать какой-нибудь подарок. Это двойная активация, и она идет нам на пользу. Если мы можем придумать тройную активацию – еще лучше. То есть чем больше мы сделаем с конечным контентом, тем лучше нам будет. Восьмое – благодарности очень важны. Люди делают для нас работу за нас. Они делают редакционную работу в этот момент. Я всегда думаю, что лучше хвалить заранее, благодарить, простите, заранее. То есть говорить еще в посте, где мы ставим задание – заранее спасибо. И, конечно, благодарить всех, кто как-то нам помог. И девятое – мне хочется сказать, что вознаграждения тоже важны, и вознаграждения могут быть символическими. То есть перечислить в отдельном посте всех, кто был репортерами в этот день. Вознаграждения могут быть буквальными. Иногда достаточно отправить человеку номер журнала за подписью всей редакции, чтобы он чувствовал, что он не зря трудился и что его ценят. Но иногда для некоторых наших пользователей что-то надо делать. Я пробежала по этому списку очень быстро, я знаю. Но есть в записи предыдущая лекция, где я разбираю его очень подробно с примерами и с объяснениями. Я просто не хочу сейчас тратить на это время. Но я думаю, что мы немножко сориентировались. И вот теперь давайте действительно медленно и подробно говорить о том, как это работает с UGC-репортерами. UGC-контент для редакции. Вот я сказала, что он бывает маркетинговый и редакционный. И мы сейчас… В прошлый раз мы говорили и о маркетинговом, и о редакционном. Сейчас мы сосредотачиваемся не просто на редакционном, а на том, что есть два типа редакционного UGC-контента, на мой взгляд. Они не так уж разделяются между собой. Репортажный и эссеистический. Репортажный – это понятно, когда мы говорим… Вот факты… Ну, не мне вам рассказывать. Вот факты, вот фотографии, вот события. Эссеистический – это когда мы спрашиваем, как вы впервые в жизни пошли на митинг, и из этого делаем подборку. Больше всего я сегодня буду говорить про UGC-репортерство, но я время от времени буду делать вылазки в сторону эссеистического UGC-контента и приводить оттуда всякие примеры, которые кажутся мне полезными. Значит, что редакции, на мой взгляд, дает UGC-репортерство? Мне кажется, что это не так очевидно, как могло бы быть. И мне кажется, что это стоит проговорить, потому что тогда это объясняет, какие задачи мы могли бы ставить. Поехали смотреть. Понятно, что UGC-репортерство – это тысяча глаз и тысяча рук на месте событий, рук, которые могут фотографировать и рук, которые могут отправлять вам информацию. Мы сейчас будем про это говорить подробнее, я просто пока что перечислю. Но есть еще нюансы. Один из нюансов – это аутентичность. С точки зрения читателя это особая ценность. То есть читать и понимать, что это сделал не репортер с репортерским взглядом, а то, что обычно называется словами «простые люди», я эти слова очень не люблю. Но, грубо говоря, такие же свидетели и участники событий, как ты, представляют собой для читателя ценность. И мы к этому еще вернемся. В редакции такие материалы дают редкое право на нежурналистскую интонацию в публикациях. У редакции есть интонация, безусловно. Редакция ее всегда выдерживает. Но если нам пишет UGC-репортер, это позволяет редакции выламываться из своей привычной интонации, и у этого есть очень много достоинств и очень много бенефитов. И, наконец, четвертое – это возможность делать композитные материалы комплексного авторства. То есть возможность делать подборки от разных авторов. Можно показывать одну и ту же тему глазами множества зрителей. Я делала такие вещи, когда в городе происходит какое-то важное, зачастую тяжелое событие, и ты начинаешь расспрашивать свидетелей, и свидетели могут рассказывать, что они видели, или они могут рассказывать, что они чувствовали, или они могут рассказывать, на что это похоже, или они могут рассказывать о своем мнении, что по этому поводу власти должны предпринять. И ты получаешь такую мультифасеточную историю, и публикуешь ее, и она производит довольно сильное впечатление. Мы будем говорить о форматах, и мы к этому вернемся. И, наконец, есть пятая очень интересная вещь. Мы получаем возможность создать ядро репортерского UGC состава. Я буду об этом говорить, но то, что я имею в виду, это что мы получаем возможность скомпоновать некоторую группу людей, которые работают с нами UGC репортерами по большей части регулярно. То есть, отправив нам материал один-два раза и увидев, что мы этим материалом пользуемся, и что мы с ними готовы взаимодействовать и взаимодействовать правильно, эти люди будут хотеть работать с нами и будут хотеть писать нам, и у этого может быть интересное будущее. Я обязательно об этом поговорю. Интересно посмотреть на обратную сторону дела. Что заставляет человека быть UGC репортером? В конце концов, столько людей каждый день становятся свидетелями и участниками тех или иных исторических событий, но далеко не каждый из них начинает помогать медиа, будь то телеграм-каналы или официальные медиа. Официальные в хорошем смысле слова. Я говорила с разными людьми и нашла четыре фактора. Первый из них — это желание помочь медиа. Он довольно редкий. То есть, чаще всего, когда человек работает, я прямо имею в виду это слово, становится даже на секунду, даже на пять минут UGC репортером, он меньше всего думает о том, что тут Бай или Нехте приходится сложно и надо бы им помочь. Но такое бывает. А вот второй и третий очень сильные. Второй сильнее всего — желание поделиться переживанием. Когда человек видит что-нибудь совершенно потрясающее его и его воображение, и кажется ему чрезвычайно важным, и он считает, что об этом должен узнать мир, не только он и не только его близкие, которым сейчас отправят эту фоточку или напишет это сообщение, или напишет это в свой частный твиттер, который читает не так уж много людей, но что об этом должен узнать мир, желание поделиться переживанием с миром. Это очень сильный мотиватор. Третье — это желание удовлетворить амбиции. Оно очень часто идет рука об руку со вторым. Я хочу переделиться переживанием, но я хочу, чтобы люди знали, что это я. И человеку очень важно, чтобы в этот момент его авторство было сохранено. И четвертое идет рука об руку со третьим — человек хочет признания. То есть человек не просто хочет, чтобы знали, живет такой Добчинский, он хочет, чтобы знали, какой Добчинский, то есть чтобы было понятно, что этот человек сделал, например, неслучайную фотографию, что он неслучайно оказался в этом месте. Признание чуть большего, чем имя под фотографию. И, конечно, очень часто все эти факторы просто работают вместе, и мы сейчас будем об этом говорить. Наша задача как редакции — задаваться не так вопросом, кто сегодня пришлет нам фотографии, как, на мой взгляд, как вопросом, зачем люди это делают, и удовлетворять вот эти потребности и помогать людям делать это лучше и больше. Что, на мой взгляд, это значит? Если у человека есть желание помогать медиа и поддерживать наши медиа, мы должны помогать ему, помогать нам. Ставить четкие запросы, делать очень четкую постановку задач. То есть как можно конкретнее давать понять, что нам нужно. Вот когда мы вот здесь говорили о принципах UGC, говорили, что сначала задачи, потом средства, сначала цели, потом средства, и говорили, что узкая задача — хорошая задача. Это то, что важно подавать, подавать пример. Я говорила как раз о том, что чем конкретнее, чем лучше и чем правильнее мы ставим задачи перед человеком, тем лучше мы помогаем ему, помогать нам делать что-нибудь для нас. Желание поделиться переживанием. Значит, мы можем таких людей поддерживать, обращаясь к тем отдельно, кому важны эмоции, а не факты. Эмоции — хорошая для нас вещь. Эмоции дают трафик. То есть мы можем… Понятно, что, например, в воскресенье на митинге идёт огромное количество людей. Почти все эти люди, мне кажется, движимы эмоциями в первую очередь. То есть движимы сильным переживанием и сильными желаниями в первую очередь. Мне кажется, что работать с этими переживаниями очень важно. Например, задать людям вопрос, что, по-вашему, сегодня было иначе, чем на предыдущих митингах — это получить очень яркую подборку. То есть дать людям делиться ровно тем, чем они хотят делиться. Желание удовлетворить амбиции, помогать в этом, упоминать, благодарить, платить добром, давать людям почувствовать, что они фактически настоящие журналисты. Например, после каких-то больших событий можно сделать публикацию, настоящую публикацию так, как мы ставим новости или так, как мы ставим статьи, в которых мы упоминаем отдельным списком все имена тех, кто сегодня помогал нам и присылал нам материалы. Мне кажется, что это будет исключительно приятно людям. Другой пример. Мы можем делать онлайновые ивенты для контрибьюторов. И это ивенты не про UGC, не как вам еще лучше делать фотографии, как вам еще лучше отправлять нам материалы. Это может быть ивент про журналисты, давать людям почувствовать себя журналистами. Это могут быть ивенты про журналистику, про историю медиа, про что угодно. Но это может быть ивент только для тех, кто присылает нам материалы. Это, во-первых, будет стимулировать людей присылать материалы, а во-вторых, будет работать как благодарность тем, кто это уже делает. И мне кажется, что это важно и очень полезно для нас в первую очередь. Желание признания. Вот тут я говорила про создание ядра из репортерского UGC состава. Люди, которые пишут нам больше одного раза, уже заслуживают того, чтобы мы записали их имена или ники, чтобы мы написали им что-нибудь в ответ, чтобы мы поговорили с ним. Можно сделать закрытый чатик в Телеграме, можно сделать группу в ВК, можно сделать группу в Фейсбуке паблик в ВК, то есть как-нибудь с ними стусоваться. Можно в эту группу первым ставить задание или этой группе давать какие-то особые задания. Не в смысле, не дай бог, что-нибудь опасное, а в смысле, чтобы они чувствовали, что у них есть задание. Можно найти для них слова, для них названия. Можно так и называть их. Наши репортерские UGC, наши UGC-репортеры, наши особые репортеры, вы лучше меня знаете, как находить слова для таких вещей. Чтобы эти люди чувствовали, что они важны и полезны для редакции, потому что они важны и полезны для редакции. И можно просить их каким-то способом координировать других UGC-репортеров, придумать как, например, распределить между ними 2-3 задания и поручить им ставить задачи другим UGC-репортерам. Это будет давать им очень важное чувство, а вам будет оказывать настоящую реальную помощь. Одна секунда, у меня что-то застряло. Личное обучение – это еще одна опция, когда кого-то из этого ядра опять можно учить профессии, можно проводить зумы, можно проводить семинары. То есть давать этим людям почувствовать, что они делают журналистскую работу, и этой работе можно учиться. И посмотреть на самом деле, нет ли среди них талантливых людей, которые вообще пригодятся редакции, не хочет ли кто-нибудь из них писать, не хочет ли кто-нибудь из них попробовать быть новостником, чем черт не шутит. Если человек так предан этой работе, может быть эта преданность не на пустом месте. Давайте посмотрим, когда я говорю, что мы делаем с этими людьми. Я привожу какие-то примеры. Можно сделать UGC-запрос такой, можно сделать UGC-запрос сякой. И говорю, можно ставить задачи. И говорю, цели прежде всего, давайте поймем, что мы будем делать с контентом. Мне кажется очень важным посмотреть, какой вообще бывает UGC-контент, какими бывают форматы UGC-журналистики, и попробовать понять, что из этого мы можем поручать нашим репортерам и нашим журналистам, UGC-журналистам. Во-первых, есть отчеты с места событий. Это более или менее понятно. Очень круто ставить узкие задачи. То есть, когда мы ставим задачу прямо в Фейсбуке, прямо в Телеграме, прямо во Вконтакте, мы ставим задачу сравнительно широко. Мы ставим задачу... Пишите нам, что изменилось широко. Это значит, что мы ставим задачу всем, а не в смысле, что мы ставим ее размазанную. Пишите нам, что изменилось... Я привожу... Я говорю слова ОМОН, потому что я лучше ориентируюсь в российских реалиях, но вы понимаете, о чем я. Пишите, что изменилось в поведении ОМОНа. Сегодня пишите нам, что изменилось в поведении ОМОНа. И это будет прямо представлять себе подборку, в которых ответов на этот вопрос 100 или 50. Из этого уже можно делать выводы. К ней можно будет сделать комментарии специалистов. К ней можно... Уже есть с чем работать. Но если вы можете... Если у вас есть, например, вот это ядро, то вы можете каждому из них дать какую-то более узкую задачу, и это бы срабатывало совершенно прекрасно. Вы можете сказать им, двигаться разными маршрутами. Вы можете сделать еще что-нибудь, что направляет их по разным стезям и получить от них несколько разных отчетов. Второе. Истории по следам событий. Это может работать очень здорово. И вот кто-то из моих же белорусских коллег сказал мне... По-моему, или Елена, или Юля сказали мне прекрасное, когда мы разговаривали по телефону, дали мне прекрасный пример, чем вас... Расспросить большое количество людей, чем вас кормили на окрестина. Вот этот пример блистательный, мне кажется. Я занимаюсь теорией моды, поэтому я занимаюсь костюмом протеста, что люди носят на демонстрации. Поэтому мне кажется очень важным задать людям вопрос, как вы одевались на митинге, или какая одежда впечатлила вас на митингах. То есть собирать какие-то нарративы, не связанные с репортажем, а связанные с быстрыми воспоминаниями по горячим следам. Или не по горячим следам, но как-то связанными с текущими событиями или ассоциирующимися с ними. Есть прекрасный формат для UGC, это советы и рекомендации. Я делала это, когда были основные митинги в России, вот зимние, болотные и все остальное, на которые мы все ходили, спрашивали, например, как одеваться. И это был совершенно огромный пласт очень полезных и очень актуальных событий, советов. Были прекрасные вопросы, как объяснять детям, что сейчас происходит. То есть просить у людей не отчетов и не историй, а именно советов, можно прагматических, а можно и вполне теоретических. Это работает очень здорово. Микровидео. Микровидео хороши тем, что из них потом верстаются ролики. Очень здорово ставить какую-то узкую задачу для микровидео. Например, хочется сказать, снимайте детей, но, конечно, нельзя. Снимайте пары в толпе. Сделать потом видео пар, идущих на митинг, это одновременно разрывает сердце и очень сильное политическое высказывание. Вот это то, что я имею в виду. Снимайте, записывайтесь, записывайте видео с себя, если вы пара перед тем, как куда-то идти. Объясняйте, почему вы идете вместе. Это был бы бомбический совершенно ролик. Мне кажется, что кому-то надо это сделать. Попросить пары записывать себя и рассказывать, почему вы идете вдвоем. Микровидео — это видео до одной минуты, потому что надо все время помнить, что из них смонтируется 30 секунд. Шесть раз по 30 секунд — это уже три минуты. То есть его нельзя затягивать, это видео. Пришлют вам сравнительно много. Короче говоря, надо как-то осторожно с этим. Поэтому я говорю микровидео. Фотографии, объединенные некоторым принципом. Принцип может быть... Фотографируйте людей со странными плакатами, а мы соберем из этого ролик. Из фотографии же можно собрать ролик. А можно... Фотографируйте только шагающие ноги. Я очень плохо с такими визуальными решениями. Я думаю, что вы понимаете лучше меня, но принцип, наверное, понятен. Чем уже задача, тем круче получится конечный материал, естественно. И очень здорово просить людей делать оффлайновый контент. Граффити, рисунки на асфальте, флешмобы, наряды, значки. Все, что можно сделать с собой оффлайн или с окружающей средой оффлайн, заходит очень здорово. И, конечно, все, что вы придумаете, что не пришло мне в голову, будет хорошей идеей и, скорее всего, лучше, чем все мои. Значит, и вот тут, когда мы говорим, мы поговорили о форматах и понятно, что люди могут присылать и каким оно может быть, надо поговорить о некоторой очень важной вещи. Значит, какой бы запрос мы не поставили, люди будут присылать разное. И что-то из этого разного будет очень качественным, а что-то не очень. Нам стоит поговорить о том, как мы вообще определяем качество UGC-репортажа, какие у него есть признаки, какие есть свойства. Значит, я постаралась определить ценность по нарастающей, и, может быть, то, как я, в каком порядке я это построила, может вас удивить. Но я постараюсь объяснить это. Первое идет, естественно, достоверность. Я поставила ее ценность, как ни странно, низко, потому что это такая базовая совершенно вещь. Ну, то есть, если репортаж недостоверен, он просто не репортаж. Я повторю то, что я говорила в самом начале нашего разговора. Я не имею ни малейшего понятия, как проверяется достоверность репортажа. Я полагаюсь на то, что вы понимаете в этом гораздо лучше, и что это широко дискутируемая тема. Значит, дальше. Актуальность. Вот это по-настоящему важно, потому что мне кажется, что умение человека поставить историю в актуальный контекст – это умение очень редкое и очень ценное. Я не часто встречала таких людей. То есть, люди, которые могут написать историю про Беларусь, про день, когда Беларусь объявляли независимой, и при этом звучать не голосом ностальгии в чистом виде, а живым современным голосом человека, который рефлексирует об этом событии с сегодняшнего дня – это ценность. И это очень здорово. Но это встречается не всегда. Но это повышает ценность репортажа и повышает ценность UGC. Конкретность. Это очень здорово, потому что, конечно, вот это тот самый случай, но это зависит от нас очень сильно. Это зависит от того, как мы ставим задачу. Если мы ставим задачу, как давайте пишите нам про все, что вы видите, мы получим неконкретные материалы. Если человек пишет нам сбивчивый материал обо всем, что попалось ему на пути на митинг, у этого материала не очень высокая ценность. Но если мы хорошо поставили задачу, мы, скорее всего, получим конкретные результаты. Уникальность. Вот тут ценность подходит к некоторому прям высокой планочке, потому что огромное количество людей, особенно если это массовое мероприятие, репортаж с массового мероприятия, напишет нам очень-очень похожие репорты. Если человек сумеет написать что-то по-настоящему свое, я уже не говорю по фактологии, но хотя бы по интонации, это будет дорогого стоить. И, наконец, индивидуальность. Это то, что отличает сильного журналиста от просто журналиста. Все, что он пишет, оказывается его персональной журналистикой. Такого человека, мне кажется, надо просто вытаскивать в редакцию, но это отдельная, конечно, это отдельная задача, отдельный разговор. Что в этой ситуации можем делать мы? Как мы можем? Ну, понятно, что на расстоянии в нынешней ситуации внезапно, случайно сделать из человека, фотографирующего на телефонном митинге гения журналистики, можно, может быть, может кто-то из вас умеет, но не очень просто. Но чем-то нашим UGC-корреспондентам, мне кажется, мы можем немножко помочь. Давайте посмотрим, чем, на мой взгляд, мы можем как человека, на мой взгляд, как человек, который занимается UGC. А у вас добавится ваш взгляд как людей с огромной редакционной практикой, с огромным опытом обучения и работы с сотрудниками. Поехали. Про достоверность я, как уже говорила, не берусь сказать, ничего особенно не понимаю. Актуальность. Значит, немедленная публикация любого контента, демонстрация людям, если контент актуальный, он выходит немедленно. Люди должны понимать, что если они могут давать актуальный контент, этот контент будет использован сразу, это будет поощряться. Всегда ставить, по возможности всегда ставить вопрос, чем нынешние события отличаются от предыдущих. Это будет придавать тем актуальность, даже если человек сам не умеет это записать, сам не умеет это сказать. Если его спросить влог, он таким способом даст вам более актуальный контент. Сейчас, одну секунду, одну секундочку, одну секундочку. Конкретность. Значит, вот я говорила, что это очень сильно зависит от нас. Узкие изобретательные запросы. Это то, что можем делать мы, если вообще это репортаж, результат нашего конкретного запроса. Вообще, если мы проводим вебинары, вот я готовлю некоторый вебинар, как писать о событиях, если у меня получится, я буду стараться его провести. Учить ставить себе маленькие задачи. Учить не ставить себе задачу описать весь митинг, на котором я был. Учить ставить себе задачу рассказать про то, что происходило в конечной точке митинга. Вот это гораздо лучше, на самом деле, чем описать весь митинг, на котором я был. Третье. Можно предлагать своей аудитории небольшие квесты. То есть, например, предлагать пойти не главным маршрутом, которым идут все, а пройти каким-то из боковых маршрутов и рассказать, что на нем было. Вот это может очень здорово помогать, потому что эти маршруты будут хуже описаны, по ним будет меньше информации. Это может быть довольно здорово. Особенно, если вы работаете с ядром. Вижу вопрос, Катерина, доберемся до него. Хорошо, доберусь до него. Вообще, начинайте, пожалуйста, писать вопросы. Я вижу вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. Предлагать небольшие квесты – это хорошая вещь. Квесты могут быть и совсем другими. Я ни в коем случае не имею в виду ставить кого-то в ситуацию опасности, а просто выбирать другие, ну, выбирать менее описанные маршруты. Можно ставить небольшой квест, задавать людям какой-то вопрос на митинге и присылать нам ответы. Вот это же все можно прекрасно делать, и люди будут чувствовать, помните, мы говорили, люди хотят реализоваться, люди будут чувствовать себя репортерами, и это очень хорошо. Уникальность. Быть самому себе редакцией. Говорить людям, чтобы они спрашивали себя, нельзя говорить людям, мне кажется, это этический момент, мне кажется, нельзя говорить людям, спросить у себя, что бы на вашем месте сделал журналист, потому что это провоцирует опасное поведение. Ну, у людей разные представления о том, что бы сделал журналист на их месте, и я всегда очень боюсь, что они представят себе какое-нибудь поведение, которое поставит их в ситуацию риска, а мы не имеем права их об этом просить. Так мне кажется. Но, быть самому себе редакцией, это спрашивать себя, что бы тебе, как читателей, было интересно прочитать? Тебе, как читателю, может быть, было бы интересно, если бы журналист опросил о чем-нибудь людей, идущих рядом с тобой, тебе, как читателю, может быть, было бы интересно, если бы журналист пофотографировал руки ОМОНовцев перчаток, То есть, короче говоря, стараться думать не что я хочу рассказать, а что читатель хочет прочитать. И это очень помогает создавать более редкие материалы. Индивидуальность. Ну, понятно, что я не могу, не мне вас учить, что такое хорошая журналистика. Вы знаете гораздо больше моего. Можно рассказывать нашим UGC корреспондентам. Вот мы говорили про вебинары и про то, как их немножко учить и как им немножко помогать. Все, что мы знаем о хорошей журналистике, мы знаем, что важно присутствие автора. Человек может писать от первого лица и рассказывать не что было, а что он видел. Это, во-первых, честнее, и это возвращает нас к теме достоверности, между прочим. Там, где я был, я вот это видел. Во-вторых, можно писать о своих эмоциях. Эмоции – это хорошо до тех пор, пока ты понимаешь, что это твои эмоции. Третье. Человек имеет право описывать собственное мнение и выражать собственное мнение в материале. Это может быть довольно ценно, но очень важно совмещать факты и присутствие автора. Но вот это уже тема, конечно, для вебинара или для статьи «Как быть хорошим журналистом». И вот тут возникает вопрос. Хорошо, что за вебинар и что за статья, и о чем я все время говорю. У нас есть методы взаимодействия с нашей UGC-аудиторией. И мне кажется, вот я буду пробовать делать такой вебинар, я попытаюсь сделать такой вебинар. Вижу вопрос в Q&A. Очень хороший вопрос, прекрасный, спасибо большое. Я обязательно постараюсь на него ответить. Спасибо большое. Прекрасный. Так, значит, смотрите. Я постаралась разложить наше взаимодействие с UGC-аудиторией в 4 квадрата. Мы можем действовать, во-первых, директивно или конструктивно. Мы действуем директивно, когда просто рассказываем людям, что им делать. То есть говорим, мы даем инструкцию, например. Мы говорим, фотографируйте девушек-омоновцев. Или мы проводим вебинар, на котором мы им рассказываем, как лучше делать UGC-репортажи. Или мы можем действовать конструктивно. То есть мы даем наводки, мы помогаем, мы поддерживаем. Но по большому счету мы полагаемся на знания и умения этого человека. Например, перед митингом мы можем опубликовать опросник. Если этот опросник после митинга заполнить и прислать нам, у нас будет абсолютно потрясающая информация. Опросник же может быть не только о фактах. Он может быть о мыслях, переживаниях, мнениях. Но это было бы ужасно-ужасно круто. Этот опросник можно опубликовать в Фейсбуке, опубликовать ВКонтакте. Сколько, по-вашему, людей было на митинге? Сколько вы видели? Часто ли вы встречали знакомых? Были ли люди одеты иначе, чем больше? Простите, меня сносит на одежду, потому что это тема, с которой я работаю. Но меня сносит на одежду. Вёл ли себя ОМОН иначе, чем обычно? Как? Услышали ли вы какие-нибудь новые речёвки? Или увидели ли вы новые плакаты? И так далее. И вы получите... Это лучше, чем просить людей писать репортаж. Потому что очень часто человек, не пишущий, не может вспомнить все детали. Но опросник – это очень хорошая штука. Или мы можем, вместо того, чтобы проводить вебинар, мы можем координировать действия. Мы можем, например, в Телеграме писать, если вы дошли до туда, посмотрите туда-то и напишите нам, что вы видите там-то. Если вы сейчас там-то, сфотографируйте нам то-то. И это, конечно, больше полагаться на действия человека, не учить его, а помогать ему сориентироваться в конкретной ситуации. Соответственно, можно посмотреть по горизонтали. Без участия редакции, то есть когда мы не вмешиваемся в его работу, и это не требует от нас, чтобы мы держали его за ручку, это инструкция и опросник. А с участием редакции это вебинар и координирование. И мы, конечно, можем действовать этими двумя способами. Инструкция — это не только инструкция, например, когда мы даем инструкцию, про что писать. Но это может быть вместо вебинара инструкция, как лучше писать о событиях. И это может быть инструкция, как быть UGC-корреспондентом. В этом смысле инструкция имеет два значения, с этим вполне прекрасно можно работать. Но мне кажется, что вот эта техника опросника, я её придумала специально, когда готовилась к этой лекции, она может быть прямо очень эффективной и давать очень крутые результаты. И вебинар я попробую провести, я уже договариваюсь с некоторыми медиа, с которыми мне хочется это сделать. И координирование — это можно делать, во-первых, прямо в Telegram-канале, то есть прямо сейчас там кто дошёл до такой-то точки, смотрите туда-то, и отправляйте нам на такой-то адрес в Telegram, это может работать довольно здорово. А инструкция в смысле «сегодня пишите про тот или сегодня смотрите туда-то» — это самый базовый UGC-метод, и он не подводит по большому счёту никогда, но и даёт самые базовые результаты, естественно. Значит, мы говорили о том, что есть основные принципы удачного UGC-контента, и из них надо выделить главный. Сначала нам надо понимать, что мы собираемся делать с контентом, и это поможет нам правильно поставить задачу. То есть мы в некотором смысле сначала придумываем UGC-проект, а уже потом транслируем людям, что мы хотим получить. Когда мы говорим о редакционном контенте, мы сначала говорим о том, что есть UGC-репортерство, есть UGC-эссистика. Я больше говорила о репортерстве, но эссистику старалась тоже упоминать. UGC-репортерство даёт людям, нам надо понимать, что оно даёт редакции и что оно даёт людям, и совместить эти интересы. И редакция это даёт не только возможность присутствовать там, где у неё нет журналистов, это даёт читателю ощущение аутентичности, это даёт редакции право на нежурналистский голос, и это даёт возможность делать материалы, которые осматривают проблему с разных точек зрения. Кроме того, мы можем создавать ядро репортерского пула нашего, UGC-пула, из тех, кто пишет нам больше одного раза и по-разному с ними работать. Но надо понимать, что и человеку довольно много даёт работа UGC-репортерам, и это не столько обычно желание помочь конкретному медиа, сколько желание, с одной стороны, поделиться переживанием, а с другой стороны, быть замеченным. И нам надо, в свою очередь, удовлетворять эти желания и помогать ему. С одной стороны, желание помочь медиа — это чёткое, мы должны помогать ему, помогать, ставить задачи хорошо, делать запросы хорошо. А вот во всём остальном мы можем обращаться к тем, кому важны эмоции, и мы можем делать всё, чтобы удовлетворить амбиции, вплоть до того, что мы создаём это самое репортерское ядро, даём особые задания, помогаем этим людям координировать других корреспондентов. Иначе говоря, полностью их признаём и даже делаем для них отдельные ивенты маленькие, учим их быть лучшими журналистами, и чем, чёрт не шутит, может быть, когда-нибудь они станут нашими коллегами. У EGC есть разные форматы в диапазоне от базового отчёта с места событий до микровидеофотографий и даже онлайнового контента. И когда мы работаем с этими форматами, мы думаем о том, что такое хороший EGC-репортаж. Главные его ценности, самые редкие ценности — это уникальность и индивидуальность. И мы стараемся помогать людям добиться этих ценностей самыми разными методами. Но главное — индивидуальность и уникальность, конечно, труднее всего поддерживать. Но когда мы, и если мы даём людям инструкции и ведём вебинары, и рассказываем людям, как лучше быть EGC-корреспондентом, мы говорим всё, что мы знаем о хорошей журналистике, и говорим то, о чём люди обычно не думают. Что и присутствие автора — это хорошо, и эмоции — это хорошо, и собственное мнение — это хорошо, до тех пор, пока всё это не застит факты. И, конечно, мы можем как минимум четырьмя способами поддерживать наших участников, мы можем давать им чёткие инструкции, мы можем проводить для них вебинары, мы можем делать после больших мероприятий опросники, чтобы помочь свидетелям рассказать нам, что там было и что они чувствовали, что они заметили. И мы можем, простите, у меня всё закрылось, и мы можем помогать, особенно если у нас есть ядро, координировать людей и направлять их внимание, и просить у них те материалы, которые нам нужны прямо во время движения событий. Это то, что мне хотелось вам рассказать. Я прекращаю шейринг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова